Представители партии дела были жестоко избиты при выходе из своего офиса. Я давно уже издал из этих иллюзий, что если там народ чего-то захочет, мы как соберемся, мы как организуемся. Если из вас готовят шашлык, то мнение лично вас по этому поводу совершенно никого не интересует. На все ваши вопросы у нас один ответ. У нас есть пулеметы, а вот у вас их нет. Кто управляет Россией? Очень интересные вопросы. Ну, стыдно было жутко, но тем не менее. Давайте выпьем за вас, вам приятно, мне все равно. Понимаете? Добрый день, Владимир Николаевич. Добрый день. Шойгу заявил, что столицу России необходимо перенести в Сибирь. Владимир Николаевич, как смотрите на такое предложение министра обороны? Ну, я бы сразу сказал, что надо три аспекта здесь отметить. Первый аспект – это самый главный. Я не профессионал в переносной столице, поэтому я не готов сказать, что мое мнение является профессиональным в точке зрения обоснования его переноса. Но как житель, как гражданин, как человек, который немножко разбирается в некоторых аспектах экономики и истории, у меня вопрос один возник. Эту мысль озвучил министр обороны. Ни министр экономики, ни глава правительства, ни, наконец, столичный мэр, ни даже министр развития регионов озвучил министр обороны. Возможно, есть какая-то информация, которая касается безопасности страны, которая говорит о том, что с точки зрения возможных рисков, Москва не находится в том состоянии, чтобы в случае чего эту столицу можно было защитить. Как один из вариантов. Мы помним, как вовремя начиналась советско-финская война для того, чтобы отодвинуть границу от Санкт-Петербурга. И перенос столицы Санкт-Петербурга в Москву, в принципе, был вызван тем, чтобы отодвинуть границу от Москвы. Поэтому, возможно, там что-то есть, но я совершенно не уверен, что в этом есть какая-то причина и основания. Потому что с точки зрения обороны там есть другие проблемы, потому что Сибирь это что? Это уже граница с Китаем. Насколько я знаю, по соглашениям с Китаем мы не просто там фактически отодвинули все наши пограничные силы и вооружение более-менее серьезное с границей за 500-километровую зону. По сути дела, полностью убрали границы. Поэтому с точки зрения безопасности с той стороны не уверены, что там будет лучше, хотя с точки зрения, возможно, подлета ракет. Хотя, опять-таки, если говорить о ракетах, то противовоздушный поезд вокруг столицы Москвы выстраивался не 10 лет и строился, и там денег ушло немереное количество триллионов. Это точно. Поэтому с точки зрения переноса столицы в Сибирь, все вопросы, связанные с безопасностью, в том числе с ракетной безопасностью, это очень серьезный момент. Денег, конечно, там уйдет немерено. Но еще один нюанс есть. Почему сегодня столица хорошо живет? Группа говоря, я думаю, смело можно сказать, что кормится не менее 20 миллионов человек. Кормится не потому, что они там что-то производят. Кормится не потому, что они там занимаются чем-то полезным с точки зрения производства товаров, добавленных условностей или услуг. Вся кормежка в Москве, это, по сути дела, за счет близости к распределению ресурсов, которые собирает в этот центр вся Москва. Дальше возникает вопрос, если столицу перенесут, соответственно, центр распределения этих ресурсов будет не в Москве, а какой-то новой столице России, Екатеринбург, Томск, какой хотите назовите, но это будет другое место. Именно там будут распределяться ресурсы, и там будут уже дорогие офисы, дорогие магазины, дорогие модельеры и дорогие все остальные. А тогда возникает вопрос, мы представляем себе социальную атмосферу в Москве, которую одномоментно оставят без всего этого. Вы знаете, мне кажется, ни одни выборы и даже их отмена выборов не спасет тех, кто на Москве останется руководителем, и в стране могут быть проблемы. Поэтому вот это скользко такие мысли вслух, которые у меня стоят вопрос, насколько это вообще-то было заявление реально обоснованно серьезными причинами, или это было так просто какое-то выступление, возможно, в Сибири, нужно было сибирякам сказать, что неприятно для их слуха, ну и сказали, ну почему нет. В принципе, как говорится, давайте выпьем за вас, вам приятно, мне все равно, понимаете. Вот примерно в этой сфере. Ну вот давайте мы принесем столицу Сибирь, вам приятно, а мы все равно ничего не будем переносить. То есть такое тоже может быть. Поэтому я вот ко всем этим наступлениям относился к некоторой осмотрительности, потому что пока вот для такого рода решений никаких подвижек не происходит. Вот даже вот перенос части офисов из Москвы в Санкт-Петербург, который был обозначен, на моей памяти, лет 12 назад, было сказано, что потихоньку крупные компании будут приезжать, и даже некоторые федеральные структуры управленческие будут приезжать в Санкт-Петербург. Лет 10 или 12 назад это все началось, ну мало чего переехало, хотя есть какие-то подвижки. Тем не менее, а к этому были приложены серьезные усилия, и группа товарищей, которые вышли из Санкт-Петербурга, здорово этому способствовали, и то ничего не получилось. А переезд в Сибирь сложно себе представляет. Ну Николаевич, мы вскользь затронули с вами тему отношений с Китаем. На ваш взгляд, в нынешних реалиях Китай можно рассматривать скорее как партнера или скорее как угрозу? Его надо рассматривать и как партнера, и как угрозу. Это очевидно совершенно вещи. То, что с точки зрения военной, промышленной, экономической мощи, это страна сегодня номер один, и для меня это очевидно. Вопрос в том, что с точки зрения того, что якобы США все равно чуть-чуть впереди, чуть-чуть впереди, чуть-чуть позади, вопрос следующий. Если мы говорим про риски военные, то с точки зрения отношения к жертвам и к возможным потерям, отношения в США и Китае совершенно разные. Поэтому в случае возникновения тех и иных военных угроз, ну не надо питать иллюзией себе, что у нас будет серьезная проблема. Это как бы очевидные вещи, тем более, что у нас-то в Сибири по большому счету ничего и нет. Я помню свою первую поездку в Китай, это было премьер-министром России господин Фродков, и большая делегация летела в Пекин на какую-то там большую выставку, где мы хвастались своими достижениями научно-техническими. Я помню эту выставку, как сейчас, что мы смотрели на их новые современные автомобили, которые они там передрали с Мерседесов и Вольвов, шикарные, и показывали, какой у нас есть наш автоваз, десятка, как сейчас помню, которые мы пытались рекламировать на их рынке. Ну, действительно, было жутко, но тем не менее. Значит, я сейчас немножко не об этом, а о том, что я видел в самолете, который летел из Москвы в Пекин. Самолет был компанией AeroChina. И, как принято, в момент полета самолета, там Курсорг отслеживал, как идет по карте наш самолет, по курсу из Москвы в Пекин. Очень интересная карта, которая была на этом самолете. Так вот, до Урала было написано для нас, понятно, Russia. Там, где Китай, было написано China. А вот между Уралом и China было, собственно, Сибири. То есть, возникает вопрос, с точки зрения этой китайской карты в самолете, это не Russia и не Китай. Понимаете? То есть, это было в 2005 году, когда еще Китай только-только начинал, как бы, ставить ногу в большой геополитической игре. С тех пор прошло гораздо больше времени, и они точно стали не слабее. Поэтому риски определенной угрозы есть. С точки зрения партнерских отношений, безусловно, Китай может и должен быть нашим партнером. Почему? Вот у меня достаточно близкие отношения, тесные отношения с белорусами. И не секрет, что сейчас, после последних событий, после тех выборов прошлого года, Запад объявил просто такую войну этой территории, что, ну, реально больно. И вот последние новости, которые там были, вы знаете, достаточно известная марка. Кстати, это все касается машиностроителей. Вот БелАЗ. Вот у них сейчас есть какие-то проблемы с поставкой комплектующих, которые были по им. То есть, учитывая определенные технологические возможности, все большие машины, которые это грузоподъемностью от 220 и выше тонн, они комплектуются двигателями западных марок, это Каминс или МТУ. Обе эти компании, как и по команде, в один день взяли и прекратили пострять дни в Беларусь. И рядом есть другой крупный гигант белорусский, это Минский автомобильный завод МАЗ, который два года назад, в принципе, тоже, кстати, использовал Мерседесы и другие марки, двигатели зарубежных, освоил и тягачи с дизелями китайскими ВИЧАЙ. И вот против МАЗа никто санкций не увел, потому что, ну, вел и вел, и слад тебе в руки будут поставляться машины на российский рынок с двигателем ВИЧАЙ. А вот БелАЗу сейчас очень тяжело, и хотя сейчас срочно принимаются соответствующие решения по замещению поставок китайскими товарищами, но, если честно, любые более-менее сложные технические санкции приводят к тому, что ни в России, ни в Беларуси своим заместить нечем. Ну, давайте откровенно, вот все оборудование, которое работает на наших оборонных предприятиях, которые выпускают оборудованные продукты, оно все зарубежное. И, допустим, если вот я был на выставке в Японии, мы обсуждали покупку сложного оборудования в СИПУ. Значит, так вот, любой переговор начинается с того, что в случае заключения контракта он должен получить удобрение в Министерстве обороны Японии. Такая же ситуация практически во всех странах западного нашего партнерства. Поэтому очень часто мы смотрим из оборудования то, что нам подходит на немецких и афорских образцах, а потом ищем их аналоги в Тайване, в Китае, потому что там таких проблем нет. Поэтому, если мы, так как мы потеряли компетенцию в серьезных отраслях, в том числе, которые касаются обороноспособности, то, по большому счету, у нас ведь все на импорте. Если импорт Запада нам остановится, то Восток – это единственная альтернатива, которая нам может помочь. Хотя, если вспоминать Крым, мы знаем, что попытки наши заместить поставки из Германии, это уже Сименса, на китайские аналоги, не уменьшались успехом, потому что китайцы тоже побоялись санкции. Но, тем не менее, так или иначе, вопрос Китай, партнера или риск, вы знаете, как бы это вам легче сказать, вот вы дрессировщик, условно говоря, вы кормитесь тем, что вы выходите на арену цирка и зарабатываете тем, что вы дрессируете тигров. И если вы не будете выходить с тигром на арену, то у вас не будет зарплаты, чтобы себя прокормить. Ну, поэтому, ну, тигр для дрессировщика, он… Угружая или возможность, да? Да, или партнера. Ну, вот примерно здесь я, конечно, может быть, утрирую, потому что там еще вопрос спорный, кто будет дрессировщиком, а то тигром. Но, тем не менее, здесь все очень непросто. И, опять-таки, это, еще раз, я не Лавров, который знает все эти нюансы и так дальше, и не министр обороны. Но вот просто жизненный опыт показывает, что в любом случае здесь есть и те, и другие возможности и риски. Владимир Николаевич, на ваш взгляд, можно ли считать экономику России экономикой упущенных возможностей? Если да, то почему? Ну, смотрите, я когда-то в свое время выступал в бригадах международных, в том числе, я занимался греблем на кануле, даже сборной в Ларуси немножко уходил. И я понимаю так, что вот вышел ты на старт, и вот мог бы выиграть, а вот приехал там старым, или там седьмым, или вообще в финал не попал, это ты упустил возможность. А вот если тебя на соревнования пригласили, а ты не поехал, то назвать это упущенной возможностью очень сложно. У меня такое ощущение, что все двери для России были открыты давно, уже лет 20. И мы могли попытаться воспользоваться той или иной возможностью. Это, безусловно, так. Так, об этом мы говорим, что у нас там есть возможность, где там есть. Но дело не в том, что мы их упустили. Мы не поехали на соревнования. Понимаете? Мы на соревнования не поехали. А приглашение было? Я считаю, Россию сегодня можно называть страной, которая не смогла упустить возможности, потому что она даже не попыталась приступить, попытаться к этим возможностям подойти. Вот мое мнение такое. Приглашение было на соревнования, Владимир Николаевич? Мы озвучивали, что вряд ли их можно назвать стартом натуренной возможности. Но вряд ли. Опять же, еще, может, по нюансу, мы говорим, Россия – страна ухудшенных возможностей. А мы ли их упустили или к ним не приступили? Ведь вопрос возникает еще, а почему мы не сели в этот поезд, который шел на соревнования? Кто нас не пустил? Понимаете? Может быть, изначально по плану не те, кто назначает нам те или иные решения, которые проводятся в стране. А мы увидим, что очень много решений, которые в стране принимаются. Вряд ли можно назвать суверенными решениями. Это уже насколько очевидно, что тут, без всякой конспирологии, сложно сказать, что мы суверенны. Но реально сложно, понимаете? Поэтому ничего мы не упустили. Мы работаем в рамках того и нового сценария. Мы просто не сели на поезд, а не поехали на соревнования. Или нас не пустили на этот поезд, а мы не упираемся в суверенную сеть. А на ваш взгляд, кто управляет экономикой страны? Силовой блок или правительство? Или третья сила какая-то? Свой блок – это не правительство. Понимаете? Вот интересный вопрос на самом деле. Кто управляет Россией? Очень интересный вопрос. Как бы экономикой? Экономикой, да? Потому что все, что мы видим с точки зрения решений управленческих, оно никак не выглядит с пониманием суверенного, так скажем так, правильного выбора. Понимаете? Вот давно уже. Причем это касается не только современной России. Я скажу, это и поздний СССР. Решения, которые принимались на территории советского пространства, вопрос всегда возникал. А кто управляет Россией? Кто вообще делал сценарий? Вот интересный момент на самом деле. Вот мы сейчас очень ругаемся на нынешнюю реформу образования. Вот нам не нравится ломская система, там ЕГЭ и все остальное. А вы знаете, в каком году началась, запущена была эта реформа? Так вот, с 17-го года на территории нашей страны, тогда и в СССР, теперь в СССР, было четыре реформы. Сейчас идет четвертая реформа, которая началась в 1984 году. В 1984 году. Прямо как книжка Орла, да, в 1984 году. Вот да, да. Специально или неспециально, это вопрос такой. Дальше, когда ООН приняло декларацию о том, как можно, скажем так, законно ущемлять права человека в мире? В 1984 году. Очень много совпадений. Поэтому с точки зрения того, кто управляет Россией, силовой блок или правительство, которое, опять-таки, делится на разные. Есть правительства, которые, это экономический блок, есть, которые отвечают за те или иные виды производства, промышленности. Это постоянно между ними и скрипт. Это есть проблемы. Но и тех, и других назначает кто-то, кто явно не избираем на нашей территории, так по большому счету. Поэтому... На ваш взгляд, это делает не президент? Хороший вопрос. Возможно, это делает президент. Возможно. Но у меня тогда четко есть понимание, что мы явно не обладаем той информацией, которую выдает президент. Потому что с точки зрения нашей логики, вот с кем я не общаюсь, мы не понимаем, каким образом принимаются решения, которые почему-то ущемляют интересы нас со стороны. Которые не позволяют нам развиваться. Которые все наши ресурсы отправляют на развитие технологий за рубеж. Более того, не только технологии, но и повышение обороноспособности той же Америки. Она строится за счет наших резервных фондов. Или вы думаете, что деньги там в Америке спокойно в резерве лежат и не работают на строительство военно-морского флота США и их технических сил? Да ничего подобного. Попробуйте деньги оттуда забрать. Ничего не получится. Поэтому я не хотел бы строить инсуации какие-то, но опять-таки, на мой взгляд, страна в принципе не может быть суверенна в нынешней ситуации по двум основным проблемам. Дело даже не в том, что наша экономика, она очевидна, работа Центробанка никак не связана с тем, чтобы поднимать, развивать экономику в России. Это как бы очевидно. Мне кажется, тут уже вообще ни у кого не осталось никаких иллюзий. Но есть еще одна проблема. Я возвращаюсь опять-таки к технологической суверенности. Дело в том, что сегодня страна не имеет возможности самостоятельно даже быть сырьевым придатком, пускай западной или восточной стороны. Почему? Потому что, чтобы выкопать, извините, руду или нефть, вам нужны заводы тяжелого машиностроения. Кто-то должен бурить породу, кто-то должен ее копать, эскаватор, кто-то должен на самосвалах ее возить, кто-то должен, наконец, пожарить на дороге это все возить. А что у нас своего есть по всей этой цепочке? У нас своего на этой цепочке только рабский труд населения, которое в Сибири нефть скачает на импортном оборудовании и больше ничего. Я вот сюда привожу пример, который касается нашего предприятия. Вот мы одна из самых крупнейших в мире углевододобывающих стран. Нефть и газ суммарно с нами может поспорить только США. Но надо немножко впереди, хотя мы говорим, что мы одни из первых. Но вот точка зрения переработки, даже первичной переработки углеводородов, мы находимся даже не в первой десятке. То есть бензин, дизельное топливо, полипепилен, это все как бы в основном делается за рубежом. Но начали осваивать это дело и у нас. Да, у нас нарастают. Дизельное топливо для танков не сможем произвести. А с точки зрения, допустим, самолетов, вот мы у МР-21, когда нам американцы отказали в поставке материалов для крыла, президент сказал, что это очень некорректно. И мы с по-своей самолёте не переживали. Такие моменты. Поэтому, честно сказать, как бы то, суверенитет, он ведь определяется не только тем, что у вас есть флаг, у вас есть своя дума, у вас есть свое правительство. Она еще определяется возможностью сопротивляться внешнему давлению. И если у вас внешнего давления много, а возможности сопротивляться нету, то даже если вы поставите под ружье всю страну, ну, нечем будет очищаться. Помните поговорку, стихотворение английских колонитаторов, когда они пришли в Эфиопию, когда они там без пулеметов косили эфиопские ряды их кавалерии с сабами? На все ваши вопросы у нас один ответ. У нас есть пулеметы, вот у вас их нет. По-хорошему, суверенитет без пулеметов не обеспечивается. А сегодня, к сожалению, для своей защиты мы основную часть этого пулемета должны брать у тех, кто на нас будет нападать. А как выйти из стране из такой предполагаемой зависимости? Смогут ли выборные процессы на это как-то повлиять? Или это все бессмысленно? Плавно подбираемся к вопросу о выборах. Ну, смотрите, опять интереснейший вопрос. Я бы начал выборов не российских и американских. Скажите, а выборы в Америке, они отражают реальное настроение населения в Америке? Или это борьба каких-то реликных групп, причем даже не американских, а глобальных реликных групп? Все остальное – это декорации, которые возле самой первой демократии в мире мы посмотрели. Вот такая вот демократия. Поэтому вопрос выборов. Мы же знаем про некоторые регионы Российской Федерации, которые в глядя некоторых выборов за одного из членов одной из партий, все районы области ровно одинаковый процент показывали. По всем районам области. То есть, ну, очевидно, что таких совпадений не бывает. Поэтому с точки зрения, насколько реальный этот выбор, ну, понятно, что есть некоторые сомнения. Есть сомнения и потому, как снимаются достаточно яркие фигуры с этого пути. Сейчас выборные мы с вами видим прекрасно. То есть, фамилии достаточно известные, и поводы для снятия явно очевидно надуманные. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как выборы ни о чем. С одной стороны. Но, с другой стороны, мы видим явное, как правильно сказать, напряжение в различных уровнях в витиях власти по поводу того, как эти выборы пройдут. То есть, вроде бы как и толку от них нет никакого. Тогда с какого, в общем-то, перепугу властные структуры переживают. Ну, как вариант, может быть, просто каждый чиновник в своем месте волнуется, как отреагирует более верховная власть на те или иные показатели, которые будут достигнуты. Возможно. Но у меня такое ощущение, что волнение не только на среднем уровне нашего правильного и выше. Поэтому я бы сказал так, что выборы, скорее всего, по-прежнему остаются очень важной стороной в политической борьбе, механизмом. Но это не наш механизм. Народ и его участие в этих выборах вряд ли можно назвать субъектом участия в достижениях каких-то своих целей. Этот механизм, который используется более серьезными игроками в своих интересах, в своих целях выстраивания победы той или иной группировки, той или иной башни, то ли Белого дома, то ли Кремля, то ли еще какого-нибудь Эмиратов, неважно. То есть в любой структуре есть противобойствующие группы. Даже на любом предприятии всегда есть компания, группы, которые, вы знаете, технологи всегда спорят с конфуторами, производственники всегда спорят со снабженцами, бухгалтера всегда спорят с плановиками. В любом правительстве, в любой стране есть те или иные отделы, цеха, подразделения, которые между собой исторически соревнуются, спорят и отставят свои интересы. Вот у меня такое ощущение есть. Поэтому с точки зрения того, идти ли я на выборы или не идти, и влияет ли народ на то, как произойдет что-то в будущем стране, моя позиция следующая. Безусловно, на выборы идти надо. Почему? Потому что так или иначе. В целом, кто-то наверху по обратной связи снимает, насколько горячо котел нагрет. И если мы показываем, что давление уже срывает крышку, то, наверное, те или иные поблажки, наверное, можно ожидать. Почему? Вот я об этом думаю. Помните, не то, что помните, мы знаем, что рассвет тех или иных экономик Западной Европы и вообще появление среднего класса в Западном мире, можно сказать, было стимулировано появлением Советского Союза. Для того, чтобы противостоять витрине СССР на Западе, пришлось увеличить дотации населению на своих территориях, так скажем аккуратно. Поэтому, чтобы крышку не сорвало. Поэтому, возможно, протестное настроение, если они будут зашкаливать, заставят те группы влияния, которые сидят на распределении ресурсов, увеличить долю ресурсов, которые будут поддерживать умирающий средний класс. Я так скажу аккуратно, потому что я не верю в длительность существования среднего класса ни в нашей стране, ни за рубежом. Все к этому и идет. Но если будет совсем уж все «за», то средний класс будет умирать достаточно быстро. И разговор, почему у нас 25% детей не доедает, будет уже вредить, почему у нас 50% детей не доедает. Примерно так. Это касается не только ситуации в России, это касается ситуации, наверное, скорее всего, во всем, так скажем, в демонократическом мире, как говорит Пасхал. Поэтому я не верю в том, что народ в данной ситуации может повлиять на изменение положения в своей стране или в мире, но я верю в смысле прийти к власти. Но то, что он может так или иначе влиять на изменение расходки силы вверху, потому что он используется как механизм инструмента в этой борьбе, это очевидно так. Другое дело, что под кого все это будет заточено. Фонд общественного мнения дал такие данные. Работу Путина на посту президента положительно оценивают 57% россиян. На ваш взгляд, можно ли доверять этим цифрам? А какая разница? Против, еще раз, какая разница доверяете вы цифрам выборов или доверяете? Доверяете ли вопросам, не доверяете? Ну вот, ну хорошо, я доверяю. Нет, я не доверяю. И что изменилось? Вся проблема, не проблема, а давайте ведеть на вещи реально. Я давно уже издал с этих иллюзий, что вот если там народ чего-то захочет, мы как соберемся, мы как организуемся в одну великую силу, мы поставим перед собой какого-то вождя там, все немножко не так. Сегодня технологии манипулирования настолько продвинуты вперед и контроль за обществом настолько силен, что любая попытка организации и выдвижения того или иного лидера, она заранее обречена на неудачу. Это совершенно так. Поэтому еще раз, вопрос не в том, кого вы поддержите, не поддерживаете, согласны, не согласны. По большому счету, если из вас готовят шашлык, то мнение лично вас по этому поводу совершенно никого не интересует. Что пойдет на шубу, на полушубок, что пойдет на шашлык, вы можете с этим не сильно соглашаться и сказать, что как бы вам же будет больно, но это будет ваша проблема, как у Басти Пилова, вы винат, где что-то хочет мне кушать. Поэтому есть ситуация немножко другая. Но, как в одном из старых спектаклей, «Стакан воды» называется, если одно большое государство захочет завладить маленьким государством, у маленького государства шансов нет. Но вот если два больших государства захотят завладить маленьким государством, у этого маленького государства появляется шанс. И это же самое, можно сказать так, вот если у вас есть одна элитная группа со своими интересами, и есть народ, у нас нет никакого шанса для того, чтобы, грубо говоря, не попасть на шашлык элитной группе. Но если есть две группы, тогда у народа есть шанс как бы поучаствовать в этих вот разборках, попытаться отставить свои интересы. Еще раз, именно то или иное активное участие в выборах является последней возможностью народа, населения, каким-то образом повлиять на то, чтобы уровень жизни у них снижался не так сильно, как снижается сейчас. А то, что он будет расти после технических выборов, я в это не верю ни по России, ни по любой другой стране. Сейчас ситуации развиваются, четко как было прописано уже в известных широко антиутопиях, мы по этому пути идем, не сворачивая, и все эти пути не предусматривают повышение уровня жизни населения ни в отдельной взятой стране, ни в мире в целом. Как идет ваше партийное строительство? Ну, посмотрите, я, скажем, в Геносовете партии дела состою достаточно давно, я вижу, какие, в общем-то, проблемы на территориях сталкиваются, вот последняя информация, которую мы получили, вот Алексей Лапушкин недавно разместил у себя в Фейсбуке, наш секретарь, информация о том, что перед выборами, которые сейчас будут в Ингушетии, представители партий дела были жестоко избиты при выходе из своего офиса. То есть, это опять же говорит о чем, что как угодно можно относиться к той или иной партии, как угодно можно относиться, да, но если на выборах начинают представители той или иной партии просто избивать, то, наверное, они не совсем бесполезны для кого-то. поэтому партия, любая партия, которая появляется, она сразу происходит, проходит определенный экзамен на прочность. То есть, и если она начинает немножко подниматься над другими узнаваемыми партиями, то сразу возникает талинная отдача. Обратите внимание, что вот я, я не знаю, как в Москве, я по другим ионам езжу, у меня сложилось впечатление, что фактически эти думские выборы отличаются от предыдущих полным отсутствием работы других системных партий. То есть, я не вижу никакой работы КПРФ, я не вижу Страдьбил России, я ЛДПР даже не вижу, которые обычно всегда бывают. То есть, тишина полная. Как будто вот все системные партии, вся системная позиция решила на этих выборах, ну вы же нас знаете, что мы будем за себя там рекламировать. А то еще перерекламируем себя чересчур и будет у нас тогда проблема. Поэтому это лично говорит о том, что вопрос выборов достаточно условен и с точки зрения результата это важно для чиновников раз и для понимания придется ли тем силам, которые распределяют ресурсы в нашей стране, поделиться частью этого ресурса для того, чтобы видеть некоторое давление в нашем котле. Владимир Николаевич, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое. Будем оставаться на связи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова